Как по мановению волшебной палочки школьницы превращаются в статных барышень. С минуты на минуту начнется первый в их жизни бал. Юные леди одергивают юбки и вспоминают название танцев, что предстоит исполнить. А вот Наташами Ростовыми, как ни странно, ощущают себя не пятиклассницы, а их учителя. Директор 21-й школы признается, даже перед свадьбой так не переживала. Я сейчас понимаю то, что писал Лев Николаевич Толстой, что это волнение не только для Наташи Ростовой, но и для тех, кто старше. Удивительное волнение, очень приятное. Ну вот хотелось бы, чтобы еще повторилось хотя бы один раз. Волнение передается даже старым воякам. Ведь современные генералы, полковники и прапорщики больше понимают в военных стратегиях. А вот об офицерском этикете зачастую знают лишь по книгам и фильмам. Так точно. Это обязательная форма нахождения в обществе. Офицер всегда являлся примером для других членов области. И служба в армии была более престижной, чем в настоящее время. На первый городской кадетский бал прибывают учащиеся 14 школ города. Это воспитанники пограничного, автомобильного и казачьего корпусов. Среди изысканных красавиц есть и пара барышень в защитной форме. Они сегодня в качестве зрительниц. Более ста пар дожидаются приглашения на паркет. И вот долгожданное приглашение в бальный зал. Вечер открывают дебютанты. К ним присоединяются танцоры постарше и ветераны. Дэнс-марафон проходит в лучших традициях царских приемов. Разве что по домам эта публика разъезжается не в экипажах, а на автомобилях и маршрутках.